Сергей, скажи, пожалуйста, какие у тебя основные показатели по конверсии, по CTR и другие важные? Первое, что мы начали считать, потому что это у нас главный самый канал, это все-все-все цифры в e-mail маркетинге. Сколько писем открывается, сколько людей отписывается, какой open rate, какой click rate, какой unique open rate, какая дальнейшая конверсия пользователей, которые перешли по рассылке в покупки и так далее. И вот сейчас, не хочу соврать, но вот open rate колебался где-то там от 80 до 90%, что с одной стороны очень высоко, с другой стороны я понимаю, что на базе или адоптеров, на базе очень мотивированная аудитория, и это легче получить. То есть пока у тебя там аудитория меньше 100 тысяч, open rate 80-90% вполне нормальный. Click rate сейчас где-то между 18 и 30% прыгает, но опять же это эффект небольшой базы. Да, то есть у нас сейчас там количество подписчиков пока что пятизначное, да, то есть там больше 10 тысяч, там меньше 50 тысяч. Click rate 30% это, конечно, исключение, да, то есть это какие-то короткие адресные рассылки вроде того, что ребята конец ноября на дворе, через неделю поставщики повысят цены, поэтому успевайте, пока есть. Понятно, что на таких рассылках там сетя 30% вполне реально получить. Ну, обычно где-то там 14-15, и я полагаю, что нам на базе в сотни тысяч, ну, наверное, процентов до 8 он упадет. Я не очень хорошо знаю цифры в среднем по больнице, да, то есть сколько в среднем у там большого e-commerce, там, вроде там связного или S7, там, кликрейт, упонрейт в рассылке, но мне кажется, там должен быть чуть-чуть поменьше. По поводу метрик, это, конечно, такая vanity метрика, да, но в тот момент, когда мы там полгода примерно вылизывали-вылизывали эти рассылки, вылизывали эти тексты для того, чтобы там вроде как повышать формальные характеристики, вроде там упоминания кликрейта, дальше очень быстро обнаружили, что если ты что-то делаешь нормально, тебя очень быстро начинают переводить в пример, и вот там количество переходит в качество, что там самый SEO-пульт в каких-то своих маркетинговых курсах, там, хоп, притащил, и там наш кейс разбирал в качестве примера, как надо делать. Еще кто-то начинает цитировать, да, и получается, что там, если последовательно какие-то цифры, какие-то KPI там тащить наверх, то рано или поздно ты можешь оказаться примером для рынка, и кроме непосредственно цифр, ты получишь еще какой-то там дополнительный маркетинг, просто потому что тебе говорят не только про твою основную деятельность, но и про то, что смотрите, а вот эту вот там технологическую вещь там ребята умеют делать хорошо. Мы там меряем, понятно, что там средний чек, средний первый заказ, средний второй заказ, конверсию из регистрации в покупателей, из покупателей в повторных покупателей, там среднее lifetime value регистрации, там с регистрацией в среднем человек, который зарегистрировался, за следующий год принесет нам 6000 рублей в момент регистрации, когда он просто оставил свой e-mail и пароль. Ну, кто-то из них станет покупательным, кто-то не станет, ну, в среднем. Там процент покупателей сейчас 22%, то есть 20-22%. Ну, соответственно, в среднем покупатель приносит 30 тысяч рублей в год, повторный покупатель приносит в районе 50. Ну, вот тут уже брать не хочу, так, в районе 50. Ну, можно посчитать, можно посчитать lifetime value, да, что в среднем регистрация имеет LTV примерно там в 20 тысяч рублей. Ну, то есть в тот момент, когда человек зарегистрировался, в среднем он принесет 20 тысяч рублей за все время своей жизни, пока он, не знаю, не выйдет в другой город, не перестанет нами пользоваться, не отпишется, либо еще что-то не случится. Ну, и в принципе, это цифры, насколько я знаю, там сильно выше среднего по больнице, поэтому это позволяет чуть больше там вкладывать в какую-то там какую-то лояльность. Там хороший пример. Мы посчитали, какая конверсия из покупателей в повторные покупатели. Ну, там была какая-то определенная цифра. Дальше провели он экспериментов, что если ввести себя с покупателем другим образом, там, не знаю, дарить бокалы, там, перезванивать ему через неделю, делать еще что-то, каким образом при сплит-тестах, то есть группа в 500, в котором это не делали, там, по группе в 500, которые делали, как меняется? Вот там, если это измерять, можно там набрести совершенно удивительные вещи, что какая-то, ну, обычная, скучная, обыденная вещь вроде того, что давайте с первым заказом людям бокалы подарим, привела к увеличению конверсии в повторные заказы вдвое. Мы пытались понять, почему. Объяснений был миллион, начиная от того, что это эффект, знаешь, какой, что куплю зеркалку с тону фотографа. Вот у меня появились нормальные бокалы, ну, теперь-то уж я начну разбираться в вине. Может быть, эффект в этом, может быть, кто-то хихикал над нами, что, слушайте, вопрос в том, что эти бокалы просто набирают до трех сотен просмотров, в том смысле, что они стоят у кого-то дома на столе, и каждый раз, смотря на них, ты скажешь, ага, это же вот те парни, которые мне подарили. Ну, то есть наше такое задротство по поводу цифр на самом деле позволяет... То есть бокалы теперь будут дариться всем? Они и так сейчас всем дарятся, то есть это эксперимент был там... При первом закате, да? Да, в восьмимесячной давности, вот, и поэтому... Ну, дальше, когда измерили, стало понятно, что там эти бокалы стоят условно по тем деньгам 50 долларов, увеличивают LTV на 300. Ну, в общем, покупать 300 долларов LTV за 50 долларов вполне good deal. Продолжение следует...